Добрый вечер, отцы, братья и сестры, матушки и дети. Продолжаем степень четвертую лестницы, часть вторая. Временем оскудевает море, говорится в книге Иова. Временем и терпением мало-помалу снискиваются нами и приходят совершенства добродетели, о которых говорим. То есть здесь говорится о том, что если сразу что-то не получается, не надо отчаиваться, время и терпение, конечно же, и усердие в нужном направлении снискивают нам добродетели. Тут припоминается, как старец Амросий Оптинский, в свойственной ему манере, такого народного юмора, говорит так, добродетели не груша, в раз не скушаешь, требуется пождание, то есть терпение и какое-то время. Воспоминание о вечном огне каждый вечер засыпает с тобою, и вместе с тобою да восстает, и леность никогда не будет обладать тобою во время псалмопения. Ну, очередной раз здесь говорится о памяти смертной, говорится о том совете, который Господь даровал старцу Лану Афонскому, «Держи ум твоего аде и не отчаивайся». То есть это памятование о вечном мучении, оно взбадривает человека и отгоняет всякие блестные помыслы, и делает человека усердным ко всякой добродетели. Помните, как преподобный Серафим Саровский еще говорил, что если бы, по-моему, было показать тебе адское мучение, то ты благодарил бы Бога и тогда, когда вся келья была твоя наполнена червяль. То есть терпел бы все страшные скорби, зная, какие мучения предстоят, и чтобы их избежать. Да возбуждает тебя к деланию плач самая одежда твоя, ибо все оплакивающие умерших одеваются в черно. Если не имеешь плач, то плач об этом самом. Если же имеешь плач, то еще более плач о том, что из беструдного состояния ты сам низвел себя с согрешениями твоими в состояние труда и печали. Несколько здесь мыслей. Первая мысль говорит о том, что монашеская одежда черного цвета соответствует состоянию кающегося грешника, состоянию плача, состоянию скорби о погибшей, погибающей в своей душе. Подобно тому, как люди, оплакивающие своих родных, во время траура одевают черные одежды. Здесь эта мысль важна еще тем, что некоторые люди иногда говорят, что неважно, в какой одежде человек. Внешне неважно. А на самом деле, конечно же, как внешнее зависит от внутреннего, то есть дух творит себе форму, так и само внутреннее зависит от внешнего. Конечно же, если человек очень нагло ведет себя, если он одет очень вызывающе, то сложно в таком состоянии молиться. Тем не менее, если к нам, как к священникам, в наш храм пришел человек, неподобающий одежде, ну, скажем, женщина у брюка зашла, то надо тут рассудить, не сразу прям выговаривать, а посмотреть, в каком состоянии человек зашел. И, может быть, совсем скорбно, может быть, в таком тяжелом состоянии. Тогда уже обратить внимание сначала на это, сначала просто побеседовать, утешить, посмотреть. А потом уже как-то очень деликатно, так сказать, знаете, в храм Божий принято ходить в подобающей одежде. И бывает так, что люди нагловато заходят, не с какой-то скорби, а просто им что-то надо, свечку поставить, и они одеты неподобающе, и на кроткое замечание священно-церковные служители реагируют очень грубо, нагло. Нам тут не надо им опять уподобляться, а надо все-таки кротко, ну, с достоинством сказать, что мы пришли у Бога просить очень высоких вещей. Ну, допустим, здоровье приходится просить своим родственникам. Так и нам надо что-то от себя сделать. Мы просим, чтобы Бог исцелил наших родных, но мы хотя бы давайте тоже потрудимся и оденемся прилично к этой молитве. Но еще раз расскажу, что были случаи, мне говорили, когда человек, потерявший супругу, хотел зайти в храм, но его там не пустили, потому что рубашка с коротким рукавом. Но все-таки надо еще раз смотреть, кто с каким намерением заходит, и прежде всего на душу смотреть. Это что касается внешней одежды. Теперь, если не имеешь плача, то плачь об этом самом. То есть человек, осознавая свои грехи, видит, что плача нет, покаяние не наступает. И вот это должно уже ужасать. Не сами грехи, а отсутствие покаяния в них. И об этом уже нужно еще горше плакать. Дальше. Если имеешь плач, то еще более плач о том, что из беструдного состояния ты сам извел себя с огрешением твоим состоянием, туда и плач. То есть, если уже Господь даровал плач о грехах, покаянное состояние, то нужно пользоваться этим, благодарить Бога за это и плакать о том, что мы созданы для радости, но вот согрешаем и отдаляемся этим самым от Бога. И поэтому нуждаемся в плаче, чтобы вернуться к Богу. Благие и правильный наш судья, как во всем, так без сомнения и в плаче, судят по мере сил естества. То есть, у каждого своя сила, свои дарования. Ибо я видел, что иные источают малые слезы, слезные капли, как капли крови, а другие без труда проливают целые источники слез. Но я судил отруждающийся более по труду, а не по слезам, ибо что думаю, что и сам Бог также судит. Это можно сказать и о многих добродетелях. Одному легко дается внимание в службе, а другому не удается собрать, но он очень сильно трудится, усердствует, плачет об этом, просит Бога. И когда получает внимание, то оно более ценно, чем то внимание, которое дается очень легко. Ну, и это касаемо всего. Вы знаете, что так же и в искусстве, или в спорте, когда человек талантлив, или вот в учении в любом, ему это все легко дается. Одно дело. А когда человеку не дается, но он все-таки усердием добивается чего-то, то это более ценно. И еще здесь можно приложить выражение из Священного Писания, что Господь взирает на намерение. Даже когда человек сильно хотел, но у него не вышло, не получилось, что Господь целует и самому намерение. Плачущим неприлично богословствовать, ибо этим истребляются их слезы. Богословствующий подобен сидящему на учительской кафедре, а плачущий прибывающему на гноище и во вретище. По сей причине, как думал и Давид, хотя был учитель и муж премудрый, но когда плакал, отвечал вопрошавшим, как у вас пою песен Господень на земле чуждей, то есть в страстном состоянии. Что такое богословствовать? Здесь говорится о том, что мысль евангельская такая высказывается, братья, немногие делайтесь учителями, зная, что нам предстоит дать ответ. Мы с вами, конечно, иногда и богословствуем, потому что имеем на это благословенствующее начале обязанность и дары, обязанность учительствовать, поскольку это священческая обязанность. Но здесь говорится, наверное, больше о людях, которые в монастырях находятся, не являются священниками, не имеют особого благословения на учительство. Такие простые монахи, но которые увлекаются учительством. И вот говорится, что надо больше плакать о грехах своих. И прежде всего пришел на покаяние, а не на учительство. Конечно, бывает, священникам благословит, игумен монастыря благословит заниматься с паломниками, что-то поучать, это другое дело по постушанию. А самому братцу не нужно. И даже приводится здесь царь Давид, который пророк был, и учитель, и царь. Но на некоторые просьбы, когда его что-то просили, видимо, о Боге рассказать, он, вспоминая свои грехопадения, видя страстное состояние, говорил так, «Как о вас пою песен Господень на земле чуждей». Это, по-моему, вот черепа Вейлонская, это псалом на реках Вейлонских. Как во внешнем творении, так и в умилении есть самодвижное и есть движимое от иного чего-либо. «Когда душа и без нашего страдания и попечения бывает склонна к слезам мягка и проникнута в умиление, тогда поспешим, ибо Господь пришел к нам и без нашего зова и дал нам губу боголюбезной печали и прохладную воду благочестивых слез на изглаждение рукописания согрешения. «Хранися и плачь, как зеницу ока, пока он мало-помалу от тебя не отойдет, ибо велика сила он игорь и далеко превосходит силу того плача, который приходит от нашего тщания и умышления». Интересно, до этого мы читали, что более ценные для Бога те слезы, которые стяживаются трудом и старанием, чем те, которые легко даются людям. Здесь мысль вообще противоположна. Но есть своя логика. Конечно, ценные те слезы, тот плач, который от нашего старания, от нашего стремления происходит. Но бывает высший дар. Это такое благодатное состояние, когда слезы текут сами собой. И здесь говорится, что будьте внимательны, это особое Божие посещение. И нужно очень бережно к этому состоянию относиться. Что значит бережно? Ни о чем межском не помышлять, но тем более о греховном. И углубиться в молитву в это время. Нужно постоять. Господь пришел, нам ничем больше не надо заниматься, только углубиться в молитву. Не достиг совершенства плача, кто плачет, когда хочет. Но кто плачет, о чем хочет, то есть о чем-то душеполезно. То есть не так важно, чтобы человек умел плакать, когда захочет, как то, когда человек плачет, о чем-то душеполезно. Ну то есть, опять же здесь приводится, что разумный плач должен быть. Не просто человек захотел поплакать и плачет, а именно плач вызывается помышлениями правильными. Или помышлениями о смерти, или наоборот о райском блаженстве. Даже тот, кто еще не достиг совершенства, плачет. Кто плачет, о чем хочет. Но кто плачет, как хочет Бог. То есть совершен не тот, кто плачет, когда хочет. Но тот, кто плачет, как хочет Бог. С богоугодным плачем часто сплетается гнуснейшая слеза тщеславия. И сия на опыте благочестного узнаем, когда увидим, что мы плачем и предаемся гневливости. То есть тут говорится, что бывает, человек получил удар, слез, плачет, но кто-то его отвлек, и этот человек начинает гневаться. Значит, в этом плаче еще примешалось и тщеславие. Я помню, был такой случай, когда мне рассказывал один из наших иеромонахов, который возглавлял подворье. Он говорит, была нужна помощь одного брата. Я захожу в храм, смотрю, он почетко молится. Я позвал его, говорю, пойди, надо помочь. Он не шевелится. Там нужна была срочная помощь. То есть это не было время богослужения или правила, просто человек вместо трудов сам пошел молиться в храм. Вот. И я этого несколько раз позвал, а он потом как-то накинулся на меня с гневом. Вот. Я встал такой, говорю, брат, ты сейчас кому молился и о чем молился? Раз на мои слова, когда я давал послушание, ты так с гневом отвечал. То есть, конечно, неправильно была эта молитва. Вот так проверился он. Дальше. Истинное умиление есть болезнование души, которое не возносится и не дает себе никакого утешения, но ежечасно воображает только исход свой из всего мира, и от Бога, утешающего смиренных иноков, ожидает утешения, как прохладной воды. Здесь уже новое понятие вводится, ну, хотя я не до встречалась прежде, но, по крайней мере, тут оно дается определение этому понятию. Понятие умиления. Вот есть икона такая, умиление, это Божья Матерь в молитве пребывающая. И здесь вот говорит, что такое истинное умиление. «Истинное умиление есть болезнование души, той души, которая не возносится и не дает себе никакого утешения, но ежечасно воображает только исход свой из всего мира». То есть, конечно, вы знаете, есть такие учителя прелестные, да, ну, католики, которые вот в таком умилении в эйфории пребывают. Вот. А здесь говорится, что истинное умиление это болезнение души. То есть, человек, да, он общается с Богом, он видит Бога, но в этом свете он видит еще больше свои недостатки, свои еще грехи, свое страстное состояние и печалится, это некая такая святая печаль о том, что, ну, еще немощное, еще не соответствует тому, каким его видит Бог, каким, для чего Бог и создал. Двадцать восьмой. «Стяжавшие плач в чувстве сердца возненавидели самую жизнь свою, как исполненную труда и причину слез и болезней. тело же своего отвращаются, как врага». Вот такое довольно сложное поучение. Как бы здесь видим, как будто нет жизнерадости, такое, как будто гнев, печаль. Так вот, говорится, что «Стяжавшие плач» что значит возненавидели жизнь самую? Ну, как бы желающие, как апостол Павел говорит, разлучиться с телом и быть со Христом, ибо это для меня лучше. И эту жизнь уже не ценят как самоцель, земная жизнь. Конечно, им важен уже переход к Богу. И тело отвращается, как врага. Опять, тут нет ненависти к телу, как к Божьему творению, а отвращение от тела, то есть до минимума сведения заботы о теле, а также некая такая, опять, святая ненависть, так назовем мы ее, к телу, как к тому инструменту, через который действует враг, через которого действуют страсти, как темницы души. Ну, а тут есть такое, вот, очень важно, были еретики такие, которые считали, что тело вообще творение дьявола, что оно есть проклятие для души и прочее. Нет, святые так не думают, у нас нет такого учения. Наше тело, это, да, Божье творение, но оно наиболее подвержено страстям, и поэтому оно нас отделяет, как бы, от Бога, отдаляет. Поэтому тут говорится, что стяжавший плач отращается тело, как врага. Еще раз уточню, они, конечно, необходимую заботу о теле несут, но самое необходимое, то есть не увлажают никак тело, так назовем. Если мы в тех, которые думают, что плачут по Богу, видим гнев и гордость, то слезы таковых должны считать неправильными кое-бо общение света ко тьме. Это очень похожая мысль на предыдущую, в которой говорится, что бывает, что к слезам примешивается тщеславие, а проверяется это тем, что человек вроде плачет и тут же гневается. И также здесь мысль, что если такое встречается, соседство плача с гневом, значит, что-то неправильно слезам. От ложного умиления рождается возношение, а от истинного умиления рождается утешение. Ложного умиления опять, ну вот, Алексей Ильич и Осипов часто рассказывают про таких прелестных святых католиках, которые прям считают, как сказать, наслаждались, именно услаждались как бы такими умилениями, все, но это было прелестное состояние, неправильное, дьявол подловил их на стремление к усложжению, и вот они стремились к таким состояниям, и это неправильно, ну и поэтому у них гордость из-за этого, то есть возношение, а которое умиление истинное, как мы давали определение здесь, в пункте 27-ом, есть болезнение души, и из-за это Господь дарует утешение. Как огонь пожигает хворост, так и чистые слезы истребляют всякие внешние и внутренние скверны. Здесь говорится о плаче как о средстве к достижению очищения от страстей. Многие из отцов говорят, что значение слез, особенно у новоначальных, темно и неудобно постижимо, то есть разные причины могут слезы быть, и что они происходят от многих и различных причин, от естества, то есть по природе человек может быть плаксивым, слезы могут быть. Дальше от Бога как дарование. Дальше от неправильной скорби, неправильной скорби это может в частности быть, когда новоначальные плачут о том, что вот батька, мамка остались на Украине, вот я здесь, в Сибири, и плакать из-за расставания, из-за такой печали связанной с расставанием, с отъездом из родных мест. Может быть скорбь истина, то есть скорбь о грехах, или бывают скорби еще у монахов, если видят согрешающих других людей, собратьев, допустим, конечно, скорбь это. Бывают слезы от тщеславия, ну, то есть чтобы все видели эти слезы, человек начинает себя выдавливать. Бывает от блудной страсти, но это похоже на неправильные скорби, то есть на родине там может остались не только родители, еще кто-то остался, или кого-то позже увидел человек, слезы от блудной страсти. Бывает от любви, уже тут об истинной любви говорится, бывает от памяти смерти и от многих других побуждений. То есть видите, внешне проявляются похожи очень, человек плачет, а плакать оказывается намереннее быть очень и очень разным, причины этого плача, поэтому говорят, что значение слез не всегда легко понять, почему человек плачет, что это истинное или не истинное, но в частности вот мы проходили, что если человек гневается, то это не истинные слезы. Исследовав все эти побуждения, слез, посредством страха Божия, постараемся приобрести те чистые и нелестные слезы, которые рождаются от размышления о разлучении нашим от тела, ибо в них нет ни оградения, ни возношения, но есть очищение, преуспеяние в любви к Богу, омовение от грехов и освобождение от страстей. То есть новоначальный человек, видев в себе слезы, должен с Божьей помощью, ну и лучше всего с советом духовника, старших братьев, разобраться, у него слезы от чего. Если это греховная причина этих слез, то нужно с этим бороться, с этими страстями, а если чистые слезы, то пребывать, ценить это, благодарить Бога за это, со смирением. Неудивительно начинать плач со слезами добрыми, а оканчивать неправильными. Но достойно похвалы от неправильных или естественных слез, переходить к духовному плачу. Смысл сказанного ясен для тех, которые склонны к тщеславию. То есть кто испытал это на своем опыте. Для тех особенно будет ясен смысл этих слов. То есть говорится, что если сначала слезы даны истинные и человек постепенно тщеславится этим, то в итоге кончит плохо слезами такими тщеславными. Это неудивительно. В общем-то человек слаб, может так скатиться. Но бывает так, что человек сначала плачет не по правильным причинам, потом с Божьей помощью разобрался в этом и стал исправляться и приобрел истинный плач. И сказано, что вот это уже достойно похвалы. Не верь слезам твоим прежде совершенного очищения от страстей, ибо то вино еще ненадежно, которое прямо источило, заключено сосуд. Ну, то есть еще время прошло не так много, у человека появились слезы, но он понимает, что от страсти он еще не очищен, то думая, что это истинные слезы, ну, не стоит с этим аккуратно, потому что иначе можно опять в такое прелестное состояние впасть. Ну, иногда не везде говорится, но так-то лучше всего, конечно, обо всем спрашивать духовника, чисто исповедоваться, как он может благословить. «Никто не может противоречить тому, что полезны все слезы наши по Богу, но какая именно польза от них бывает, это мы узнаем во время своего исхода». То есть, вот из многих причин перечисленных, если слезы из-за истинной любви, из-за истинного сокрушения, то это никто не станет спорить, что это хорошо, но только когда мы будем умирать, там нам станет очевидно, какая польза была от слез. Ну и вообще надо сказать, что когда наша душа будет выходить из-за тела, то очень много для нас откроется. То, что мы здесь ценили и сильно гнали за чем-то таким веществом, то кажется совершенно бесполезным. То, о чем мы не заботились и считали это так мало ценам окажется для вечности бесценным. Кто слишком много смеялся, будет плакать, кто плакал, тот будет радоваться. То есть настолько все изменится. А нам желательно, христианам и особенно монахам, жить уже небесными ценностями. Ну, это называется, как старец Амурос Сёптинский говорит, смотреть на все с точки зрения вечности. Хорошо бы нам приобрести такое зрение на все смотреть с точки зрения вечности. Тогда будет намного проще. Будем видеть волю Божию в каждом случае, как поступить. Будем поступать так, как поступали святые, как поступал сам Господь. И как бы он поступил, будучи вот в таком положении. Ну, дай Бог всем нам это блаженостание приобрести. И прошу вас молитв. Спасибо, Господь, за внимание. Спасибо.